Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Масштабное шоу, собравшее около 50 тысяч зрителей. На стадионе Самара-Арена прошло открытие фестиваля «Российская студенческая весна». Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с председателями МКД Куйбышевского района. В Самарской области продолжается реализация партийного проекта «Мой дом». Они подскажут, что купить от головной боли и как вылечить насморк. Фармацевты отметили свой профессиональный праздник. Грандиозное шоу для главного студенческого события года. В Самаре ярко, красочно и технологично прошла церемония открытия юбилейного 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». На трибунах Самарского стадиона собрались почти 50 тысяч зрителей. Они стали свидетелями представления не уступающего открытию Олимпийских игр. Чем удивляли жителей и гостей города, расскажет Максим Магомедов. Почти 5 тысяч человек из 85 регионов России и ближнего зарубежья. В Самаре стартовал юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Церемония открытия началась с представления гостей из каждого субъекта федерации. Исполнение гимна и поднятие государственного флага России. Губернатор Дмитрий Азаров отметил яркий старт и пожелал участникам сохранить эту атмосферу на все дни фестиваля. Студенческая весна уже зажгла сотни, тысячи звезд. И, конечно, будущие звезды сегодня здесь. И я хочу сказать вам, все получится. Главное – верить в себя. Ставить перед собой смелые цели. Достигательные. Самара уже не раз становилась центром притяжения студенческого творчества. Самая первая студвесна, которая была 30 лет назад, прошла в городе на Волге. С юбилеем фестиваля зрителей поздравил председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский. Он подчеркнул, что в 2022 году «Российская студенческая весна» собрала рекордное количество участников. «Российская студенческая весна – это мощь, это энергия, это молодость, это талант, это драйв, это перспективы, это наше с вами будущее. Студо весна – это давно уже больший день фестиваля». Для самарцев и гостей города подготовили красочное представление мирового уровня. Специально для церемонии открытия были созданы уникальные декорации, которые представляют собой солнце, восходящее над Волгой, и сцену, которая вращается на 360 градусов. Благодаря такой конструкции выступления артистов можно было увидеть с любой точки стадиона. Главный посыл авторов программы – творчество в современном мире – это фундамент для будущих достижений молодежи. Шоу не оставило равнодушным никого, каждый зритель нашел в нем для себя что-то особенное. Понравилось абсолютно все, особенно мне понравилось начало, фейерверки, залюты, огонь, особенно прекрасное стихотворение, которое читала поэтесса. В общем, я полностью в восторге, мне все понравилось. Неожиданно, очень супер классный атмосфер, вообще просто все супер огонь. Эмоции самые положительные, вообще все прекрасно, просто фееричное шоу такое шикарное. Вот этот эффектный салют на сцене, выступала шикарная девушка на купле, это тоже было необычно. Это максимально круто, никогда такого не видела, это просто прекрасно организовано. Очень приятно, на душе тепло, когда видишь то, что люди стараются и делают это все. У меня вот были мурашки, когда вышли девочки и начали танцевать, все им начали потанцовывать, поддерживать их. Это очень круто. Трансляция церемонии открытия проводилась в режиме онлайн. На сцене выступили Дэр Мейтс, Сюзанна, Никита Каменский, Ксения Минаева, Незабава, Этнодэнс, Дарья Мельникова. Каждая песня тематически была связана с одним из эпизодов шоу. В финале Александр Панайотов исполнил песню о закате, который обязательно сменяется восходом. А на выходе всех гостей ждал сюрприз. Над стадионом прогремел праздничный салют. В Самарской области продолжается реализация партийного проекта «Мой дом». В рамках этого проекта глава Самары Лена Лапушкина встретилась с председателями МКД Куйбышевского района. У граждан была возможность задать прямой вопрос представителям власти. Подробности в следующем сюжете. Знать свои права и уметь решать актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Жителям многоквартирных домов поможет региональный проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Основная задача проекта – повышение правовой грамотности председателей Советов многоквартирных домов. В рамках проекта домкомам разъясняют, как решить юридические вопросы и добиться от управляющей компании выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано свыше 200 таких встреч. В них приняли участие порядка 7 тысяч активистов. Накануне одна из таких встреч прошла в Куйбышевском районе. Сначала глава города Елена Лапушкина и глава района Алексей Коробков объехали территории, откуда поступали обращения. Так жильцы дома по улице Калининградской 1 просили оказать содействие в ремонте внутридворового проезда. Уже в этом году вопрос будет решен. В этом году, то есть летом конкретно в ходе строительного сезона, мы берем этот проезд полностью, его ремонтируем, включая тротуар вот этот, включая бортовой камень. Аналогичным вопросом обеспокоены и жильцы домов 30, 32, 34 и 38 по улице Белорусской. Вопрос также решится в ближайшее время. В этом году в рамках ремонта многоквартирных дорог мы, в том числе, этот адрес включаем полностью от въезда с Белорусской. Итоги объезда Куйбышевского района подвели на семинаре с активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Цель нашей встречи, конечно, собрать актив Куйбышевского района в рамках проекта «Мой дом». Проект себя очень хорошо зарекомендовал. У нас с вами вместе появляются новые возможности. Эффективное управление многоквартирным домом – задача непростая. Основной задачей проекта «Мой дом» стало повышение правовой грамотности председателей советов многоквартирных домов. Для этого начали действовать ресурсные центры. Здесь будет вестись работа по приему жителей и консультирование инспекторами ГЖИ. На территории каждого центра на площадке будет расположена уже есть в двух адресах в Куйбышевском районе компьютерная техника, консультирование для того, чтобы научиться работать в ГИС ЖКХ, понять, как правильно сдать документы, в том числе получить консультацию, как правильно заполнять протокол общего собрания, обращение к управляющей компании. Современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Администрация города оперативно отрабатывает все обращения самарцев, поступающих в соцсетях через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальным центром управления. Большой объем обращений касается сферы ЖКХ и управления МКД. Поэтому встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Вопрос такой. Слева от нашего дома, или если на фасад здания смотреть справа, находится бывшее общежитие, торговый перевод 12-й. Здание полностью разрушено. И тем более построили такой сквер нефтяников. ДК стоит. Красота. И смотришь направо. Стыд и позор. В настоящее время дом полностью расселен. Департаментом разработана сейчас проектная документация по его сносу. Срок исполнения работ по разработке проектной документации до 1 июня текущего года. Финансирование по сносу этого дома у нас полностью этим годом бюджетом города предусмотрено. После получения проектной документации мы проведем конкурсную процедуру. Определим подрядчика, кто будет выполнять работу по сносу. И этот объект снесем. Ориентировочный срок, который нам еще потребуется для этого, около двух месяцев. Несколько вопросов касались дорог. Городские власти назвали участки в Куйбышевском районе, на которых восстановят дорожное полотно уже в этом году. Если мы говорим по дорогам, это Народная, это Заводская, от Грозненской до Липеговской, Обувная, Трубная, Арбатская и Белорусская. Жители района жалуются на качество питьевой воды. Говорят, она слишком жесткая. В нашем районе очень плохая холодная вода питьевая. Елена Лапушкина заверила, что качественная вода в Куйбышевском районе будет. Решит проблему строительства нового водовода. Это позволит доставлять в дома воду с насосно-фильтровальной станции. Работы уже ведутся. Также на встречу поднимались темы благоустройства общественных территорий. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Все вопросы в адрес городской администрации взяты в работу. Ольга Волкова, Константин Головин. События. Благоустроить двор, ограничить количество продовольственных ларьков и сделать тротуары. С такими просьбами обратились главе города Елене Лапушкиной и жители Самары. Варианты решения искали на очередном приеме граждан. О найденных компромиссах репортаж Ольги Павловой. Люди, которые приезжают куда-то, видимо, на работу в нашем районе, заезжают во двор и с одной стороны, и с другой. И то есть парковки на газонах, парковки прямо около подъезда. То есть даже в каких-то критических ситуациях, когда нужно подъехать скорой помощи, не дай бог, в пожарной какой-то машине, мы не можем это осуществить. Поделиться с главой города наболевшими вопросами и найти пути их решения пришли жители 187-го дома по улице Галактионовской. Во дворе многоэтажного строения нет детской площадки. А место, где теоретически она могла бы располагаться, занимает несанкционированная парковка. Кроме того, по словам жителей, после сноса гаражей и сараев вблизи дома, освобожденную территорию планировали благоустроить, но к работам по обновлению так и не приступили. Во дворе еще остались ветхие строения. Плюс ко всему, не обустроена и не огорожена контейнерная площадка. Для того, чтобы сберечь газоны и избежать несанкционированной парковки, жильцам 187-го дома по Галактионовской предложили поставить знаки и при желании оградить территорию въезда во двор шлагбаумом. Что же касается контейнерной площадки, ее полностью оборудуют в будущем году. Вам сделать нормальную контейнерную площадку с крышей и с основанием. Согласна? Да, да. А вот жительница Самары Александра Вострикова обратилась к главе города с просьбой отремонтировать тротуар по улице Лукачева, от Постникова-Оврага до Скляренка. Здесь, по словам Александра Николаевны, фактически никогда не было нормальной пешеходной дорожки. Тротуар необходим. Там его вообще никогда не было, и он просто просится туда. И сразу бы разгрузилась вот эта улица. Решение по ремонту тротуара будет приниматься сотрудниками Департамента городского хозяйства и экологии совместно с жителями города. Работы уже запланированы. На этот год мы переставили, посмотрели. С одной стороны, если подниматься на высоту, и с правой стороны тротуара мы берем работу, потом с пешеходными переходами на противоположную сторону. Не просьба, а буквально крик души. Так охарактеризовали свое обращение к главе города, жители домов по заводскому шоссе. Люди пожаловались на обилие продовольственных ларьков, реализующих алкогольную продукцию. Большинство из них находятся вблизи жилых домов. Следствием такого соседства становятся горы мусора, драки и постоянный шум. К решению вопроса по просьбе главы города Елены Лапушкиной подключатся сотрудники полиции. Также жители домов по заводскому шоссе попросили установить ограждение между дорогой и тротуарами в тех местах, где их нет, и помочь сменить управляющую компанию. И в том, и в другом вопросе глава города готова оказать поддержку. Ольга Павлова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев поздравили учеников 11-х классов, победителей Олимпиад и спортивных состязаний с числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выпускникам самарских общеобразовательных учреждений вручили сертификаты на получение единовременной выплаты и памятные подарки. Детали торжественного события раскроет Михаил Ермоленко. Данила Гумеров – настоящий активист и патриот своей школы. За 11 лет обучения в кадетском корпусе номер 95 юноша стал участником большинства важных событий – военно-спортивные соревнования и игры областного и всероссийского уровней, парады памяти и победы. К концу обучения Данила стал старшиной 95-й школы. Приемные родители юношей гордятся. Свои амбиции лидера парень хочет реализовывать и дальше. Для этого планирует поступить в Самарский университет на государственное и муниципальное управление. В преддверии выпускного за активную гражданскую позицию и успехи в учебе юношу поздравили и наградили в администрации Самары. Мне это было очень приятно. И приятно, что моих родителей также поздравили. Это скорее просто дает мотивацию работать дальше. Ежегодно в Самаре успешных выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чествуют в городской администрации. Эта традиция зародилась 8 лет назад. В этом году 11 класс оканчивает 82 школьника. Десяти самым выдающимся из них – спортсменам, отличникам и активистам – на торжестве вручили денежные сертификаты на получение единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, а также памятные подарки. Поздравила ребят глава города Елена Лапушкина. Очень хочется вам пожелать, чтобы все, чему вы научились, и вы должны понимать, что вы это научились благодаря своим педагогам, благодаря своим учителям, чтобы в вашей памяти их имена и доброе отношение к ним, конечно, сохранилось на всю вашу жизнь. Слова благодарности глава выразила попечителям и приемным родителям школьников – людям, которые окружали детей заботой, лаской, вниманием и добром. Попечителей наградили благодарственными письмами. На сегодняшний день на территории Самары в замещающих семьях воспитывается 2140 детей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре прошли общественное слушание о включении территории парка 60-летия советской власти в лесопарковый зеленый пояс города. Обсуждение собрало более 400 человек. Как проголосовали жители и какая судьба ждет парк, расскажет Максим Магомедов. В актовом зале школы номер 32 участники общественных слушаний собрались, чтобы обсудить, включать ли парк 60-летия советской власти в состав существующего лесопаркового зеленого пояса. Часть территории принадлежит частной компании, и жители города опасаются за нарушение целостности лесного массива. Еще в 2019 году администрация Самары поддержала инициативу горожан, и на всей территории парка была установлена зона Р-3, которая подразумевает размещение объектов только рекреационного назначения. Однако зимой у горожан появился повод для беспокойства. Им перекрыли доступ на частную территорию ограждениями. В рамках действующей правовой модели установление лесопаркового зеленого пояса в отношении парка 60-летия советской власти будет, возможно, оптимальным способом выхода из сложившейся ситуации. В целях, еще раз почкну коллеги, одной – сохранения лесопарка в существующем виде. В слушаниях приняли участие более 400 неравнодушных жителей города. Некоторые из них требовали присвоить парку статус особо охраняемой природной территории. Но сделать это невозможно, потому что по закону такой статус можно присвоить только той земле, которая принадлежит муниципалитету. Однако закон позволяет устанавливать лесопарковый зеленый пояс даже на частной территории. Городская власть стремится к тому, чтобы все-таки эта зона, она была более ориентирована на интересы публичные, для того, чтобы в рамках этой зоны в качестве элемента лесопаркового зеленого пояса были дополнительные ограничения на определенную свободу права пользования, именно пользования собственниками тех участков, которые являются участками в частной собственности. Одним из аргументов сторонников включения территории в состав лесопаркового зеленого пояса стала возможность привлекать к ответственности собственника земли, если он нарушит целостность леса. В кодексе об административных правонарушениях есть статья специально предусмотренная 8.45.1 о нанесении ущерба лесопарковому зеленому поясу. Принятие сегодня решения и дальнейшее направление решения в Самарскую и Губернерскую думу позволит хотя бы привлекать к ответственности тех, кто срубает деревья на территории частной собственности. Итог встречи и подсчет голосов провели на глазах общественников. 220 человек поддержали идею включения парка в зеленый пояс, 129 выступили против, еще 40 бюллетеней для голосования были испорчены. Теперь результаты общественных слушаний вместе с ходатайством мэрии общественная палата передаст в Самарскую и Губернскую думу. На рассмотрение обращения у парламентариев будет до 40 дней. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. Десяток снастей обнаружили инспекторы областного росрыболовства и выпустили на волю порядка 50 особей разных пород рыб, обитающих в пойме реки Волга. Во время очередного рейда по поимке браконьеров продолжит Сергей Кизоркин. Инспектор росрыболовства Алексей Ковришкин-Барконьеров отслеживает пятый год за это время на своем участке Волги от незаконного уже не отвадил ни один десяток нарушителей. Другие смотали сети и не появляются на реке после выписанных штрафов и уголовного преследования. Этой весной выписано с десяток предписаний. Меньше становится и сеток, меньше становится и нарушителей. Ну, совсем люди не уходят от этого промысла, кто занимается. Как правило, их ничто не останавливает. Такие есть злостные нарушители. А вот, как мы называем бытовое браконьерство, когда там дачник вышел, там сеточку поставил, этого меньше стало гораздо. Охота на браконьеров инспекторами росрыболовства с 25 апреля и до начала июня ведется круглосуточно. Помогают ловить нарушителей закона полицейские, природоохранные прокуроры и представители областного департамента охоты и рыболовства. А депутаты ужесточают законодательство. Совместными усилиями за последние годы удалось снизить число любителей незаконной ловли рыбы во время нереста. Ведь штрафы теперь измеряются в тысячах рублях. А при большом ущербе природе даже можно угодить за решетку. Тем не менее, полного запрета на рыбалку сейчас нет. На удочку можно рыбачить на одну и на два крючка. Только с берега, не с лодки, а именно с берега. В середине мая стартовала акция «Волга без сетей». Она продлится почти до конца июня. За три первых дня инспекторы росрыболовства уже изъяли 39 сетей, более сотни специальных ловушек. Отпустили на волю 117 килограммов леща, судака и сазана, плюс 91 килограмм раков. Местные жители, живущие по берегам Волжских лиманов в районе Новокубышевска, рассказывают, браконьерам они не рады. Привесимы чураки, потому что тут бывает, что незнакомые лодки заходят ближе к ночи. Когда сетками перегорожено, здесь остается только какая-то лачопка. Рыбу, которую не удалось спасти, а также браконьерские снасти, инспекторы фиксируют в отчетах и утилизируют. В этом рейде было обнаружено пять сетей и восемь других запрещенных снастей. На волю отпустили порядка 50 штук рыбы. В конце рейда вместе с инспекторами рыбоохраны Самарской области мы наткнулись на такой браконьерский стан. Землянка разрушилась во время зимы, но какой-то антураж здесь сохранился. Вот, например, вот такой схрон. Здесь есть и некоторые продукты питания, какая-то посуда, лекарства, место для приготовления пищи и импровизированная столовая, стол, даже цветочки. Как говорят рыбы-инспекторы, недавно здесь были браконьеры. Но, как говорится, они вернутся, чтобы делать свой теневой бизнес. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Заболела голова, натер ногу или беспокоит бессонница? Дорога одна – в аптеку. Фармацевт посоветует, что лучше купить, да и просто посочувствует, что порой гораздо важнее. А если нет лекарства, выписанного врачом, подберет аналог. Где учатся на фармацевтов и чем они отличаются от провизоров – в нашем сюжете. Наряду с косметикой, расческой и зеркальцем, в сумочке каждой девушки старше 20-ти непременно хранятся лекарства. К примеру, от головной боли, аллергии или от боли в животе. А если пожаловаться коллегам на проблемы со здоровьем, обязательно получишь совет, как и чем лечиться. Многие не хотят тратить время на походы к врачам, предпочитая спросить совета в аптеке. В случае легкого недомогания фармацевт, конечно, подскажет. Но все же лучше обратиться за консультацией к врачу. Зачастую сами выбираем лекарства, потому что не ходим лишний раз по врачам. Врачу и потом уже выписывают рецепт, а потом уже без рецепта я ее покупаю. Помогает мне, я покупаю. Ну, мне кажется, специалист, он лучше знает, что мне нужно, потому что не всегда обращаемся к врачам. А в срочных случаях аптекарь помогает фармацевту. 19 мая фармацевты отмечают свой профессиональный праздник. А готовят их в Самарском медуниверситете. Юлия Семенова учится на пятом курсе и работает в аптеке. Говорит, первый рабочий день стал очень волнительным. Свалилось множество обязанностей. Пришлось всему быстро учиться. Работники аптеки не имеют права подбирать клиентам рецептурные лекарства, рассказывает Юля. Но могут проконсультировать в целом. Главное в работе фармацевта, конечно же, стрессоустойчивость, доброжелательность, компетентность, образованность, тактичность, вежливость. Поскольку все мы знаем, что в аптеку в первую очередь приходят люди с какими-то проблемами, заболеваниями. К ним очень важно найти верный подход. Важно грамотно их проконсультировать. Стать работником фармацевтической отрасли не так просто. Нужно получить профильное образование. В Самаре на базе медуниверситета. В 2016 году там создали свою учебную аптеку. Чтобы помочь студентам адаптироваться к будущей работе на производственных площадках и в аптечных пунктах. С первого курса студенты приходят сюда, чтобы понять механизм работы. Ознакомительная практика, где студенты могут познакомиться с устройством аптеки. Получают самые первые знания о лекарственных препаратах, о устройстве, о работе аптеки. Далее на старших курсах здесь уже проводятся занятия в рамках производственных практик. Аптеки и предприятия по производству лекарств – неотъемлемый элемент региональной системы здравоохранения. Не стоит путать фармацевта с провизором. Первый – это продавец в аптеке. Второй – профессионал более высокого уровня. Он может изготовить необходимые лекарства сам. Максим Павлюченко учится в ординатуре на провизора-технолога и может быть задействован на производстве лекарств. Поначалу это сложно. А когда уже проходишь обучение, то есть на фармацевтическом факультете обучаясь, у нас есть технологии коснопоральных лекарственных форм. То есть как раз изготовление в производственных аптеках. И когда ты все это изучаешь, становится все легко, все понятно. Там есть свои определенные правила, свои методы изготовления. Работники фармацевтической отрасли востребованы в разных направлениях системы здравоохранения, как в системе льготного лекарственного обеспечения населения, так и в розничном секторе, государственных и частных аптеках. Занимаются исследованиями и управлением отраслью. Юлия Василькина, Максим Гусев, События. На этом все. Будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин